У каждого искусства есть свои легенды. Почти 70 лет такой легенды остается известная цирковая династия Кио. Начиналось все в далеких 30-х прошлого века, когда в манеже советского цирка появился иллюзионист Эмиль Кио. Его сын маленький Игорь в 5 лет вместе с лилипутами выходил на арену, а настоящий самостоятельный дебют состоялся в 15, когда Игорю Кио пришлось подменить заболевшего отца. О происхождении самой фамилии ходят анекдоты. Говорят, Эмиль Кио пошел в кино, а на кинотеатре буква «Н» не светилась, читалась как «Ки-о». Ну чем не фамилия? Это все было не так. Дело в том, что мой отец когда-то еще в 20-х годах был на гастролях в Варшаве. И он жил на улице, рядом с которой была синагога. И там каждый субботний или какой-то день молились евреи. И слышна была молитва рефренуму, который был нечто такое «Тки-о, тки-о, тки-о, тки-о». Он не знал иврита, и не знал, что это такое, но за несколько лет это так уже запало в голову. А все артисты тогда были в поисках псевдонимов, необычных, оригинальных, тем более его профессии. Что вот он так и стал, взял себе такой псевдоним. Но поскольку при советской власти слово «синагога» было, мягко говоря, ну, писать было это не надо бы. Поэтому вот придумали вот такую историю. В этом сюжете вы не увидите номера Игоря Кио. Снимать трюки иллюзионисты не дают. Похоже, публика так никогда и не узнает, как Кио удается распиливать пополам женщин и превращать людей в птиц. Кио не объясняет, как рождаются иллюзии, но убедительно доказывает, что ничего сверхъестественного в этом нет. Фокусы – это не волшебство, а его работа. Это моя жена. Я ее каждый день сжигаю, но я всегда говорю, что это для нее не опасно, пока я ее люблю. Красивые женщины украшают любое шоу, а иллюзионные особенно. Я могу открыть секрет. Мне просто легче работать, когда в манеж выходит молодая полуобнаженная девушка, то зритель не знает, куда ему смотреть. То ли на то, что я делаю, то ли смотреть на нее. А вот что по этому поводу сказала жена иллюзиониста, которую уже 20 лет пилят, сжигают, но делают это любя. Это большая любовь. У нас роман начался по очень большой любви, и думаю, что она взаимно длится уже почти 30 лет. О себе Игорь Кио говорит предельно мало, только самое необходимое – семья, жена, давняя скандальная история недолгого брака с Галиной Брежневой. Все-таки положение обязывает. Если шпион должен быть незаметным, чтобы хранить секреты, то фокусник всегда на виду, но его секреты спрятаны куда надежнее. Российская школа иллюзионистов всегда высоко котировалась в мире, а сейчас отовсюду слышно только одно имя – Копперфильд. Этот иллюзионист стал первым, кто сделал себе именно телевидение. Никакой особой техники Копперфильда нет. Секреты иллюзионистов, они очень схожи, потому что вообще сам трюк, что такое фокус – исчезновение, появление и превращение. Поэтому все, что делает один, напоминает какой-то трюк другого. Поэтому главное – это не что ты показываешь, а как ты показываешь. Но по-настоящему то, что он показывает – это телевидение. Я имею в виду не телевизионные трюки, а он первый иллюзионист, который состоялся и стал известным благодаря телевидению. Поэтому, когда я его посмотрел вживую, то несколько был разочарован, потому что немножко скучно, всего 5-6 трюков, шоу как такового нет. Он вытягивает только за счет личного обаяния, он нравится женщинам, она симпатичная, хорошо общается с залом и так далее. А из трюков, вот то, что у него здорово сделано, это, конечно, его полеты – это хорошо. На кассете я понял 90% его секретов, сказал Игорь Кио, а вживую остальные 10. Но неэтично раскрывать тонкости работы коллег. Люди летали всю жизнь, а 100 лет назад тем более. У Копперфильда преимущество – он летает на освещенной сцене. Раньше такое было невозможно. Трудно назвать уголок земного шара, где за свою 40-летнюю карьеру не выступал Игорь Кио. И везде, повсюду сопутствует большой успех и повышенный ажиотаж. В Париже газеты писали, русский иллюзионист Кио напоминает покойного Сталина, и у того и у другого все время исчезают люди. Игорь Кио любит вкусно покушать, но не гурман. Курит крепкие сигареты французской фирмы «Жетан», а из напитков пьет только пиво. Хорошо водит машину, но в технике разбирается слабо. Когда он мне все это сказал, я стала бояться за его жену. Приятно распиливаться и даже приятно сжигаться.